Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» группы компаний «Система Глобус». «Особое мнение» на 101FM. 13.06 в Кирове начинается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько и свое особое мнение сегодня высказывает главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар» Николай Голиков. Коля, добрый день. Добрый день, Светлана. Добрый день, уважаемые слушатели. Всем приятного аппетита. Мы сегодня будем говорить о пакете поправок депутата Вяткина. Мы будем говорить о том, что не смогли в достаточной степени расслабиться наши чиновники и представители аэропорта Победилова в эти праздники, поскольку кое-кто подложил им свинью. И будем говорить о том, что статус иностранных агентов грозит в том числе и благотворительным фондом, что теперь будет с ними, смогут ли они продолжать свою деятельность на территории Российской Федерации. Ну и порадуемся того, что Министерство промышленности и торговли выступает за снятие ограничений на продажу алкоголя. Правда порадуемся. Ну, может погрустим. Там ведь речь идет о снятии ограничений как раз на продажу алкоголя возле школ и медицинских учреждений. Все верно. Может, как раз не оттуда начинают. Это будет все сегодня в нашей программе. У нас есть средства связи 8 909 720 101 и 0. Это номер телефона для ваших смс. И на сайте эхакирова.ру в разделе анонсов на главной странице есть форма для того, чтобы вы могли задать свои вопросы Николаю. И у вас есть 40 минут на это. Почти 40. Итак, пакет поправок Вяткина. Ты не мог, наверное, не отреагировать на фамилию этого депутата. Безусловно, я думаю, после того, как люди ознакомятся с пакетом поправок и столкнутся с его поправками в действии, поубавится число желающих переименовать город Киров в город Вятку. Потому что он свой вклад в это уже внес. Да, абсолютно все издания написали и пишут, и обсуждают о том, что Дума в преддверии кампании 2016 корректирует законы о выборах. Причем корректирует достаточно серьезно с точки зрения доступности избирательных участков для наблюдателей. Три основных и очень важных пункта, которые вносит господин Вяткин в законодательство, предлагает нести для того, чтобы не мешали как следует хорошо проводить избирательную кампанию 2016. Напоминаю, это 18 сентября. Первый пункт. Увеличить штрафы за помехи работе избиркомов. Что ты там увидел? Из-за или против? Дело в том, что что такое помехи избиркому, вот как я понял по разговорам о этих поправках, они весьма такие специфические. Значит, я помешаю избиркому, если вдруг начну задавать лишние вопросы. Я начну мешать избиркому, если вдруг начну что-то фотографировать или выражать свое недовольство какими-либо действиями, например, при подсчете голосов. Дело в том, что помещение, где работает избирком, насколько я знаю, не оборудовано камерами видеонаблюдения. И потом, условно говоря, доказать, что я не препятствовал работе избиркома, а пытался как бы наоборот привести ее в нужное русло, будет невозможно. Разве не оборудовано? Насколько я помню, на прошлых выборах увеличилось количество участков. Увеличилось количество участков, наоборот, оборудованных видеонаблюдений. В любом случае, понимаешь, что значит? Во-первых, случайных людей там не бывает. Те люди, которые находятся рядом с избиркомом, это либо представители кандидатов, либо это наблюдатели, которых еще там допустят под каким-то видом. И, в принципе, как раз наоборот, они должны препятствовать работе избиркома, если избирком работает не так, как положено по закону. То есть они для того там все и собрались, чтобы поправить, подсказать, сказать, что ребята, вот из этой стопочки не берите, это другая стопочка, ее никто в урну не складывал. Там лежат 2000 бюллетеней за кандидата такого-то, не надо ее плачать в общую сучку. А вы его по руке не мешаете работать с избирком? Да, он тебе скажет, ты мешаешь работать, вызовет ближайшего участкового, который там всегда по случаю выборов есть, и ты получишь штраф. Сколько там штраф-то нам прописывают? Увеличено с двух... Были штрафы от двух до пяти тысяч, теперь предлагается от двадцати до пятидесяти. Вот, уже гораздо серьезнее. И сама понимаешь, под угрозой такого штрафа человеку вовсе не захочется указывать избиркому на какие-то нарушения, и нарушений, соответственно, этих выборов станет меньше. Как раз раз в десять их станет меньше. Представляешь, наблюдателей станет меньше, нарушений станет меньше. И даже те, кто остались, наблюдатели, после общего урезания, они и то подумают тысячу раз, посчитают свои деньги в кармане, условно говоря, посчитают семейный бюджет перед тем, как что-то сказать. То есть таким образом, я думаю, что инициаторы этой поправки они сразу таким образом делают выборы в десять раз прозрачнее и чище. Да, вот интересно, как международные наблюдатели в этих условиях смогут работать? А мне кажется, это сейчас никого уже не волнует. Потому что у меня такое ощущение, что как бы вот сторона международная эти выборы легитимными вряд ли признает при таком обилии ограничений, которые есть на пути к заветному мандату. Их же еще до этого было очень много внесено поправок. Вспомни там все эти фильтры, все эти возможности участия, там где-то сборы подписей, где-то нет. Так что я думаю, что легитимными их там не признают, а нашим на это, собственно, и наплевать. Если будут приняты эти поправки, как ты считаешь, оставшиеся организации, которые занимались наблюдением на выборах и отдельные личности, они пойдут или их станет меньше, или они не вовсе исчезнут? Нет, ну смотри, ведь оставшиеся, кто оставшиеся? Представители кандидатов оставшиеся, представители партии, да? И то в ограниченном количестве, насколько я помню. А общественным-то организациям-то ведь сказали, что ребята, не надо. А еще там были... Вот «Голос» обычно как использовал, я почему это знаю, что был редактором газеты и выписывал много удостоверений журналистских для организации «Голос», когда шли выборы, чтобы они могли присутствовать и наблюдать, как журналисты. Но сейчас опять же в свете этих же поправок... Есть еще одна поправка в пакете поправок Вяткина. Да, где, собственно, ограничивается и участие журналистов, в присутствии журналистов. То есть для того, чтобы попасть на избирательный участок и освещать выборы, там журналисту будут предъявлены требования по стажу работы. Да, ты должен быть опытным журналистом. Не менее двух лет. Не менее двух лет проработать и желательно по трудовой книжке. Ну, край по договору. И причем мне кажется, что даже если я принесу свою трудовую книжку, да, и покажу, что я там работаю уже больше 20 лет, условно говоря, решение все равно останется не за мной. А там будут решать. А может быть, я даже вот и недостаточно опытен, да? Мало ли чем мне 20 лет. Может, я дурака валял. Поэтому все равно там как бы остается решение о допуске. Оно отдается на откуп руководителям избирательных комиссий. Как я понял. То есть судить, кто мы такие журналисты или нет, там будут не по нашему удостоверению, а вот как мы выглядим. Ну и вывод. То есть останутся только наблюдатели со стороны кандидатов. Останется минимум наблюдателей. Ну, конечно, какие-то журналисты будут. И я думаю, что все-таки меня пустят. И какая-нибудь партия или там какой-нибудь кандидат все равно использует меня в качестве так своего, так сказать, человечка. Какая-нибудь общественная организация скажет, Голиков, у тебя же есть там стаж, тебя должны пустить. И я, может быть, на буду присутствовать. А ты полезешь, извини, со своими замечаниями Но дело в том, что я-то как раз не полезу, потому что те суммы, которые там указаны в виде штрафов, они для меня уже стопудово неподъемны. То есть это меня остановит. Я просто поприсутствую. И потом расскажу. Ребят, там было такое, но я ничего сказать, доказать ничего не смогу. Доказать ничего не сможешь. И еще одна поправка, по которой я не вижу каких-то противоречий со стороны экспертов, ее оценивающих, это увеличение размера избирательного фонда кандидата, выдвинутого по одномандатному округу с 15 до 40 миллионов рублей. Это тоже поправка, поддержанная профильным комитетом, поправка Вяткина. И вот здесь, похоже, ты тоже не считаешь, что это плохо, это хорошо. Нет, это безусловно хорошо, потому что как бы реально оценивается стоимость избирательной кампании в Госдуму одомандатника порядка 70-80 миллионов рублей. И, соответственно, при официальном фонде в 15 ему нужно было каким-то образом находить еще, посчитай, там 70 мультов черненькими. То есть это надо, чтобы целая индустрия работала на выборы, темная индустрия, подпольная, да. Соответственно, в наших современных условиях это уже невозможно, скажем, там, если 10 лет назад еще было много хороших заводов на юге, которые выпускали водку, то в связи там с ограничением продажи водки эти заводы уже той прибыли не приносят. И поэтому, конечно, это безусловно правильный шаг, по крайней мере, кандидатам придется гораздо меньше заниматься серыми схемами в поисках финансирования. То есть 40 миллионов они могут декларировать совершенно легально. Ну вот остальные, видимо, 30-40 придется по-прежнему искать где-то в темной стороне нашего общества. Ну вот это интересно. Смотри, официальная часть будет увеличена, ну не знаю, неофициальная будет ли увеличена, при введении такого количества ограничительных поправок. Нет, но дело в том, что как бы... чтобы никаких неожиданностей на выборах не происходило, чтобы никакие результаты там, не дай бог, не отменялись. Вот, потому что чтобы выборы просто пошли как в наше советское время, да, вот сказали фамилии, которые будут избираться, и эти фамилии мы потом видим уже в составе там Думы или там законодательного собрания. Вот для этого, мне кажется, на данный момент сделано уже все. Вот. И таким образом, как бы вполне возможно, что и 40 миллионов хватит, ну для приличия там поучаствовать в теледебатах, ну там что-нибудь разместить по телевизору и так далее. Как нельзя лучше подходит определение дешево и сердито. Ну, надо экономить, все-таки, согласись, у нас сложная финансовая ситуация. И если раньше, вот как показали исследования Голоса, даже государство финансировало депутатов от партии власти, то сейчас даже у государства на это денег нет, поэтому надо экономить. Это Николай Голиков и его особое мнение. Победа уходит из Кирова с вопросительным знаком. Об этом писали, эту новость растиражировали все кировские СМИ. Инициатором явилась уважаемая СМИ, РБК написала материал со ссылкой на внутреннего агента в рядах авиакомпании Победа, который рассказал, что решение с прекращением полетов из аэропорта Кирова с 9 марта связано с поведением руководства Победилова. Якобы Кировский аэропорт, я цитирую, не соблюдает условия обслуживания самолетов и завышает стоимость услуг, что делает выполнение рейсов нецелесообразным. Кроме того, собеседник РБК утверждал, что аэропорт до сих пор не согласовал расписание авиакомпании Победы на летний сезон. Пресс-служба же этой авиакомпании ничего не прокомментировала официально, но заметь, что появилось это сообщение 20 марта. 20 февраля праздники. Ну вот первый день получается праздников 21-го до 20-го среди. Да, никого нет. Комментарий Победы не дает толком только РБК. Дозвониться в аэропорт кому-то сложно. В правительстве тоже. До сих пор, кстати, комментариев до правительства не последовало. ведь комментариев нет ни от компании, ни от авиакомпании, ни от Победилова, ни от нашего правительства. То есть, как бы, если послушать то, что сейчас говорят, то как бы на самом деле еще ничего не произошло. И вероятнее всего уважаемое агентство РБК, мне очень нравится это агентство, в данном случае послужило такой вот площадкой для некоего вброса. Вот это интересно. Вот. То есть, как бы возникли какие-то, возможно, разногласия между аэропортом и компанией. Какие-то. Возможно, не такие существенные, но какие-то есть, довольно-таки принципиальные. И вбрасывается информация, что, ребята, из-за вашего непрофессионального поведения, там была такая формулировка, мы же вообще можем уйти. Да, напомним. Победы, Лоукостер, осчастливило Кировчан недорогими билетами в Москву, в Питер. То есть, очень выгодно, людям понравилось, люди стали летать, стали неплохие отзывы говорить об этой компании вполне, да. И вот возникает такой вбросик. Мне кажется, сейчас просто все это тихонько сойдет на нет, они сядут за стол переговоров, а может быть, уже и сели. И вот тот самый момент, который им мешал, они его решат, потому что это ни в чьих, не в интересах. Момент интересен, все же там момент такой. А вот этого, я думаю, мы никогда не узнаем. Скорее всего, он никак не связан ни с профессионализмом, ни с ценами, ни с расписанием, потому что та же ведь победила, говорят, что идет процесс согласования, расписания, вроде как никаких там эксцессов нет, так ведь они сообщили. Ну, по крайней мере, продажа билетов не прекратилась. Продажа билетов на март не прекратилась, они есть на сайте Победы, насколько я знаю, это даже в сообщении РБК есть, они же проверили, посмотрели, там есть билеты на сайте Победы. То есть я думаю, что это некий вброс, и все, скорее всего, в таком рабочем порядке будет решено. Хотя, с другой стороны, понимаешь, почему вот так вот они делают такого рода вброс, и почему они делают и уверены, что он сработает. Потому что они прекрасно знают, что в Кирове вокруг аэропорта Победилово всегда что-нибудь происходит. Всегда какие-нибудь скандалы, то в АЗС начинают ругаться, давать им денег или нет, то кто-то начинает кричать, куда все деньги подевались, которые мы безумные там потратили, то приезжают и говорят, какой ужас, здесь ничего не сделано, здесь все плохо, то кого-то штрафуют. То есть это вот такое место, к которому доверия у народа почему-то уже нет, за последние годы оно пропало. И поэтому этот вброс, то он лег на очень такую хорошо удобренную почву. И судя по тому, что все более-менее такие, ну, значимые наши информагентства эту новость перепечатали, это говорит о том, что ей поверили, что это может быть. И насчет непрофессионализма, насчет там завышения цен, потому что Победилово такое место темное, там всякое может случиться. Ну, ты считаешь, что правильно повело себя руководство Победилово и правительство Кировской области, которое имеет отношение прямое к этому аэропорту, не прокомментировав никак этот вброс? Дело в том, что, скорее всего, комментировать-то нечего. То есть как должен выглядеть комментарий? Как должно выглядеть? У нас профессиональное руководство, но это просто будет смешнее еще, чем было. Там у нас нет разногласий по ценам, а может, они есть, мы же не знаем. То есть есть какие-то моменты, о которых мы не знаем. И как бы что комментировать, если никаких бумаг, собственно, о прекращении полетов никуда еще не поступало. А эти вещи такие же нельзя вот просто за полчаса кинуть, вот не полетим и все. Это же связано с кучей разрешительных документов, с информацией каких-то, там вот этих надзорных органов и так далее. Все делать заранее. То есть, как я понял, заранее пока ничего не сделано. Срок там назван когда? 9 или 10 марта? 9. 9 марта. То есть, ну, будем ждать. Как минимум, я думаю, дней за 10 такое предупреждение должно поступать. Летать будем. Я думаю, летать будем. Договорятся. Николай Голиков, его особое мнение о государственной прокуратуре. А, наша непостоянная государственная прокуратура. Удивительным образом изменила свою позицию по отношению к взиманию платы за капремонт с граждан нашей страны. Тебе это удивило? Не далее, чем на прошлой неделе многие возрадовались, что, мол, наконец прокуратура сказала, что сбор денег на капремонт в том виде, в котором он сейчас есть, хотя бы частично, но не конституционен. И отправила свое заключение в Конституционный суд. Как вдруг вчера прокуратура отзывает это свое заключение? Что бы это могло значить? Слушай, прокуратура, она вообще орган загадочный. Я с большим уважением отношусь к ее сотрудникам, к персоналиям, к таким вот, они нормальные, интересные люди. Вот вспомни, да, прокуратура, она это не первый раз нас удивляет. Вспомни то же дело Березина, когда сторона обвинения сама же говорит, а вот давайте мы всех оправдаем. Так, но не сразу. Ну, почему? В какой-то момент, в какой-то момент. А здесь так быстро? Ну, здесь другое немножко дело, они тоже, как бы, ну, у них было время подумать. То есть, видимо, было время послушать чьих-то мудрых слов. С тем же Навальным история. Помнишь, там, реальный срок, там, все, кандалы в зале там суда надели. А потом с утра Бог прокуратура же ведь обжаловала. Прокуратура, органы, обвинительные органы сказали, нет, ребята, давайте-ка мы их отпустим. Вот. То есть прокуратура, а у нас орган, конечно, это ОК государевы, но я думаю, что государь этим ОКом он так ворочает, так как хочет. Хочет налево посмотрит, хочет направо. В данном случае, видимо, ОКу просто напомнили, что само по себе оно двигаться не должно. И раз нет такой сверху команды отменять плату за капремонт, по крайней мере, пока ее нет. А ее и не может быть, потому что деньги-то нужны. Может, не на капремонт, но просто какие-то деньги государству нужны. Вот. Надо что-то брать, и больше судя по тому, что там обращение Центробанка ко всем банкирам мира вроде осталось без сильного, без громкого ответа. Никто не хочет облигации российские покупать пока. Хочет, что банки предупредили уже, насколько я понимаю, Понятно, да. То есть правительство тех стран предупредили банки, что не надо этого делать. Что не стоит влазить в эту историю. А у нас тогда ведь остается что? Остаются деньги у людей. Это ведь не первый раз. Причем, смотри, ведь... Надолго ли деньги у людей остаются? Ну как, вот вспомни, когда сначала все прошлые накопления отобрали. Да помнишь, когда перетурбация это была, мы из Советского Союза в Россию превращались, да? И у всех вдруг вклады в Сбербанке все наши прошлые накопления куда-то делись. Кто-то там какой-то получил копеечную компенсацию, кто-то нет, но в массе своей они куда-то делись, да? Потом к нам пришли эти великие наши русские дома селинга и все, что люди успели непосильным трудом за ближайшие там пару лет накопить, изъяли у них все текущие денежки, да? То есть не стало даже в кармане ничего. Потом пришла ипотека, стала забирать будущие денежки там на 10-20 лет вперед. Сейчас пришел фонд капитального ремонта забирает уже на 50 лет вперед деньги у людей, понимаешь? То есть я не знаю, деньги нужны и будут изымать по-любому и возвращать точно не будут. Поэтому, видимо, еще не столько собрали, чтобы отменять этот закон как антиконституционный. Ну и не столько еще, настолько опустили карманы наши, судя по всему. У людей еще есть деньги, да. То есть у нас, мы ждем, ждем, к нам еще туда полезут. Обязательно. Николай Голиков, его особое мнение в эфире нашей радиостанции. Статус иностранных агентов грозит в том числе благотворительным фондам. Я всем рекомендую крайне прочитать материал на «Медузе» на эту тему. Просто больше будет бедных и больных руководителей благотворительных фондов о том, что их могут сделать иностранными агентами. Екатерина Гордеева записала, спецкор «Медуза» записала интервью с представителями крупнейших благотворительных фондов. И вот их сотрудники поясняют, что они по этому поводу думают. Ну, надо сказать, что в Госдуму внесен законопроект, уточняющий понятие политическая деятельность в законе об иностранных агентах. И в эту политическую деятельность включается в том числе выход в СМИ, например, с комментариями о своей деятельности или, может быть, даже с какой-то критикой сотрудников благотворительных фондов. Вот любой человек, который приходил сюда, в нашу студию и рассказывал о своей деятельности, это уже выход в СМИ. Публикация мнения в соцсетях — это тоже политическая деятельность. Обращение в госорганы, например, с критикой или с просьбой о поддержке, потому что просьба о поддержке может трактоваться как та же самая критика и обвинение, например, в неспособности госоргана что-то там решить. Участие в общественных советах — это тоже политическая деятельность. Напомню, это НКО, некоммерческие организации благотворительные, которые призваны улучшать нашу жизнь с вами. Слушание, встречи и так далее. Вот это все политическая деятельность. А ты, когда прочитал этот материал, что почувствовал? Да уже, собственно, ничего, потому что он практически дублирует все те нападки, которые были по отношению к НКО в свое время сделаны. Сейчас они еще усугубятся в связи с изменениями опять же в законе о политической деятельности. То же самое с благотворительными фондами. Ведь благотворительные фонды у нас есть как бы как и НКО. Есть хорошие, есть плохие. Хорошие — это те, кто, собственно говоря, являются частью государственной машины. Им гарантированы какие-то гранты, и они решают те проблемы, которые государство каким-то образом само решить не сможет. Эти фонды никогда не станут заграничными агентами. Так же, как и те НКО, которые активно сотрудничают с общественными палатами и так далее. А эти фонды помогают онкобольным? Они помогают онкобольным, но они помогают в рамках некой вот такой государственной поддержки. И они вряд ли могут написать письмо о государственном органе, являясь самим честью государства? потому что они как бы фактически являются частью государственной машины. Дело в том, что эти органы, вот эти вот фонды, они тоже работают довольно-таки выборочно. Они как раз больше гораздо завязаны на политику, на какие-то партийные лозунги. Они оказываются там, где нужно, например, правящей партии. И совершенно они оказываются там, где на самом деле у людей беда. И вот эти вот возникающие организации, которые как бы возникают сами по себе и которые пытаются восполнить вот эти паузы, получается так, что рынок-то, собственно говоря, вот этих вот пожертвований и благотворительных, он тоже ограничен. Так ведь? Рынок благотворителей. Рынок денег благотворительных, да, рынок благотворителей, число благотворителей, потому что многие уже далечие, многие уже свалили те, кто занимался благотворительностью. И, соответственно, понимаешь, вот возникают вот эти альтернативные фонды, они не столько, может быть, представляют угрозу для политической системы, сколько представляют угрозу для существующих фондов, в которые мы все должны, собственно, свои вклады нести. У нас есть там детский фонд, у нас там есть, ну, какие еще, много их. Да не так уж и много, на самом деле. Нет, на самом деле читаешь, да. Ну, государственных или близких государственных. Вопрос, как работает, насколько способен работать государственный фонд? Опять же, вот такие вопросы, вот, оперативно-эффективно. Сама понимаешь, связанные там с больными детьми, с онкобольными, с инвалидами, да, то, что государство не хочет делать, то, что у государства нет на это денег, нет ни денег, нет ни способов каких-то решений, да. Тоже взять вот ситуацию с брошенными детьми, там, да. Вот то, чем как бы начинают заниматься вот эти онкологии. Это ты имеешь сейчас окна жизни в виду? Те же окна жизни в том числе, да, и вообще вот эти приюты для брошенных детей, где они находятся в совершенно ужасающем состоянии, потому что газ не способны оплачивать, они заплатят им по норме, а цены-то на все растут. Ну, просто взять те же памперсы, которые у нас, в общем-то, в основном все делаются из импортных материалов. Понятно же, о чем я говорю. Вот. Поэтому конкуренция здесь не нужна. Во-вторых, все-таки благотворительные фонды — это опять же источник поступления каких-то непонятных денег непонятным людям. А все непонятные деньги должны поступать понятным людям. То есть кто его знает? Я не знаю, с тобой ли мы говорили, вот когда речь шла о том, как якобы Ходорковский мощно финансирует российскую оппозицию, там шло, что его деньги вливаются во всевозможные НКО, во всевозможные фонды под всякими предлогами и так далее, и так далее. А в нужный момент они все пойдут на финансирование оппозиционной политической деятельности. Вот. И раз уж мы начали сегодняшний разговор с того, как, собственно, нас боятся-то вот этих выборов, представители нашей правящей партии, как они пытаются, вот, каждую малейшую возможность, чтобы как-то, чтобы все пошло именно так, как они считают нужно. Ведь у них же сложная ситуация, да? То есть они правят этой страной уже партией «Одина Россия» сколько уже? Лет 15. Примерно так. Ну, 12. Условно говоря, там, когда они создались. Вот. И все, что мы сейчас видим, это вообще-то плод-то их трудов. И люди-то это начинают понимать. И заставить снова проголосовать за то же довольно-таки сложно. Поэтому надо сделать, ну, минимальным. Любые все риски надо минимизировать просто до нуля. И любую возможность поступления каких-либо денег, неконтролируемых куда-то, откуда-то, зачем-то, надо также ликвидировать. Раз прикрыли НКО, через НКО деньги вроде не пошли. Ах, слушай, а фонды-то еще, фонды-то не могут поступить. Давай мы тоже закроем это. Причем именно судьба тех людей, думаю, которыми эти фонды занимаются, да, тех же, те инвалидов там, она их совершенно не тревожит. А как ты думаешь, вот это все, это тенденция или это повеление, или это боязнь того, что через... Это паника. Это реальная паника, да. То есть это люди трезво не оценивают ситуацию, а уже грибут и зачищают все, что только можно. Сейчас дело не до ситуации. Сейчас у них как бы главная проблема остаться. Им главная проблема сохраниться, самосохраниться, остаться у власти. А после этого уже будем разбираться. Вот пройдет вот эта пара выборов этого года, пройдет 18-й год. После этого уже можно будет выдохнуть и сказать, ну чему тут на протаче лита? Да, сколько человек онкобальных умерло от того, что не было умерно оказано. Они же всегда найдут другую причину. Достаточное количество лекарств. Всегда найдут другую причину, найдут виноватых. Ведь виноваты всегда все кто угодно, только не в власть. Понимаешь? Я же смеялся здесь. Вот даже вот, ну так меня тронула немножко тема насчет сосулек-то, да? Ну говорят, это же природное, вроде катаклизм природный. Сосульки падают, мы должны спасаться. А потом, когда начинаю считать, откуда они берутся, оказывается. Ведь вот в всех районных центрах, когда, помнишь, была полоса, и федеральный фонд финансировал ремонты капитальные. Все ремонты капитальные сводились к тому, что крышу выстилали профнастилом. Слушай, Света, если ты хочешь, чтобы у тебя были сосульки и налить, покрой крышу профнастилом. Они у меня есть, есть профнастил. Вот. Вот ты, то есть это сделано руками человеческими, государством. Но ведь кто сейчас скажет, что он такие подписывал бумаги-то, что вместо шифера на крышу профнастил-то класть, ребята? Ведь, собственно говоря, они сами создали огромную проблему. То же самое, они создут проблему и здесь, и никого это тревожить не будет. Мы должны прерваться на короткую рекламу, уже показывает наш звукорежиссер. Через две минуты вернемся в студию. Это особое мнение Николая Голикова. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» группы компаний «Система Глобус». Особое мнение на 101FM. Главный редактор журнала «Товар-денгитовар» Николай Голиков высказывает свое особое мнение в эфире нашей радиостанции. Вот я не очень поняла, коль ты мне в перерыве, буквально перед выходом сюда, в эфир, сказал, что благотворительными организациями сейчас ими не очень довольны, потому что они занимаются не тем, чем хотят, чтобы кто-то там занимался. Я не совсем пянусь, что мы живем. Я как раз и говорил, что есть вещи в социальной сфере, которые из-за дефицита бюджета государство сейчас решить не способны. По крайней мере, на должном уровне. И эти цели у них каким-то образом прописаны в их полномочиях. Они должны это делать, но не могут. И они, соответственно, ищут, изыскивают какие-то средства, чтобы этим занялись какие-то благотворительные организации. И, соответственно, люди, которые занимаются благотворительностью, чтобы направлять деньги именно туда. Например, вот я директор крупной фирмы, мне звонят и говорят, например, вот есть проблема в таком-то детском доме, нужно туда отправить столько-то, условно говоря, денег, там бедные дети. Кто говорит? Ну, кто говорит? Директор, например, какого-нибудь государственного благотворительной организации, а может быть, даже и работник из министерства. Почему нет? Я что-то не представляю себе работника из министерства, который такое бы сделал. Ну, скажем так, я не благотворитель, я не могу этого сказать за себя, но мы недавно как раз обсуждали эту тему, почему у крупного бизнеса возникает недоверие к существующим таким близким государству благотворительным структурам. Почему они не хотят им отдавать деньги? Потому что они хотят, чтобы их деньги работали реально в тех точках, где это необходимо. Необходимо именно, ну, условно говоря, детям, больным, получателям этой помощи. А их деньги доправляют сюда, где это необходимо, другим людям. Например, в какой-то определенный детский дом, куда через три дня приезжает, например... Проверка комиссии. Проверка комиссии, куда приезжает какой-нибудь гость, там еще что-то. Гость. И гостю докладывают, что вот мы, партия Единая Россия, я уж так условно говорю, да, вот видите, как все у нас здесь хорошо. Этого навалом, этого навалом, этого навалом. И таким образом, за счет как бы благотворительных денег решаются совсем другие проблемы. В то время как они стараются помочь напрямую, потому что я понимаю этих людей, это их деньги, и они не хотят, чтобы этими деньгами кто-то чужой распоряжался, в чужую славу. То есть они хотят, чтобы эти деньги работали вот для тех, условно говоря, детей или стариков, которыми они их направляют. И поэтому они уходят со своими деньгами из этих вот окологосударственных фондов. Кому это понравится? А теперь уже и отдать их будет некому в случае принятия подобных поправок. Ну, не то, что некому, понимаешь. Вполне возможно существование совершенно таких молчаливых фондов, непонятных структур, которые никому о себе даже сказать не могут, через прессу, например. Но на личном контакте как-то вылетают. Это очень осложняет работать с каждым индивидуальным, конкретным человеком, требующим помощи. Продолжаем особое мнение. Никита Белых, губернатор Кировской области, поддержал идею наделить общественную палату правом законодательной инициативы. Случилось это в конце прошлой недели. Общественная палата давно обсуждала этот вопрос и добивалась этого. И вот добились, как минимум, одобрения губернатора. Далее вопрос. Каким образом этим одобрением общественники смогут воспользоваться, первое? То есть получат, не получат они это право? Кто может решить это? И второе, что они с этим правом будут делать? Тут мне второй вопрос гораздо больше волнует. Я бы даже сформулировал его по-другому. У Никиты Юрьевича Белых есть право законодательной инициативы. Зачем ему еще одно? Собственно, палата это орган, который создает, он собственноручно. У тебя есть право законодательной инициативы. Зачем тебе второе? То есть это люди, которых ты посадил, они против тебя не пойдут. Ты считаешь, что каждый человек в общественной палате посажен Никитой Белых? Ну сколько там у нас сейчас человека? Треть. Треть им и треть законодательным собранием. Ну, две трети. А принимается решение, как объяснил Курдюмов, как объяснил, что... Дмитрий Александрович Курдюмов, секретарь общественной палаты. Что правом законодательной инициативы будут пользоваться не члены общественной палаты, а только пленарное заседание. То есть большинством голосов может быть одобрена некая инициатива. Во-вторых, это как-то вообще очень сложно собирать пленарное заседание, в то время, как у нас есть 54 депутата АЗС, каждый из которых это право имеет. Каждый из которых имеет свой избирательный округ, и все мы являемся чьим-то избирателем. Мы можем прийти к любому депутату со своей инициативой. И, извини за выражение, шансов, что он ее поддержит, ровно столько же, сколько и в общественной палатах, что поддержит там большинство голосов. Более того, гораздо проще, мне кажется. И депутат-то рад будет, ему же надо проявлять свою депутатскую активность. Но другое дело, смотри, у нас эти 54 депутата все имеют право законодательной инициативы. Но я вот не помню, хоть ты меня убей, ни одного, вот слушай, например, Дубравина из Слободского, он на каждое заседание выходит с инициативой. Но она на уровне инициативы собственно и остается. Там была история смешная с депутатом русских, когда его инициатива даже собрала большинство голосов, но на следующий день на нее губернатор наложил вето. И так-то ведь получается, что инициатива, вот это право от инициативы, оно собственно ни о чем. Ну есть у тебя право, ну и хорошо, я очень рад, что оно у тебя есть. Продвинуть эту инициативу через ОЗС, через нашу, ты все равно не сможешь. Потому что решения будут принимать совершенно другие люди, которые образуют там большинство. А также, опять же, тот же самый губернатор, который пишет свое заключение на твою инициативу, где пишет отказать. И собственно большинство, но это старается реагировать. Поэтому зачем общественной палате вот это право от инициативы, если общественная палата формируется сверху, я просто не понимаю. Насколько я помню, общественную палату постоянно критиковали именно за то, что непонятен ее статус в смысле как раз влияния на законодательство напрямую. То есть ты предлагаешь оставить длинный путь. Общественная палата что-то там контролирует, заседание проходит, потом они со своим решением должны идти к какому-то депутату или нескольким и просить их решение инициативы продвинуть через законодательное собрание. А в случае, если, ну ты просто, да, объясни мне. Если, например, общественная палата получает право законодательной инициативы, они напрямую выходят в ЗАГС собрание и там отстаивают ее без уговаривания всяких депутатов, это ярко озвучивается Это же точно уговаривает тех же депутатов, чтобы они поддержали. Всех, понимаешь, и в присутствии прессы и всего прочего, а не там как-то по-другому. Ситуация точно та же самая, то есть гарантировать, понимаешь, ну что скажут, общественная палата, условно говоря, вышла там с 10 инициативами за год, да, из них там 9 были оттуда. Смотри, а другая ситуация. А 10 была реализована, но именно потому, что собственную инициативу общественной оплате подсказал губернатор. Другая ситуация. Ты как избиратель ходишь к своему депутату, он вообще никак на тебя не реагирует. Ты знаешь, что у тебя есть еще одно место, куда ты можешь прийти, эта общественная палата с просьбой, значит, решить твою проблему и она тебе помогает. Потому что у нее иной статус, чем сейчас. Я думаю, что у нас, во-первых, депутатов много, и ты можешь обратиться не только к своему, а к любому. Правом законодательной инициативы помимо депутатов у нас обладает также еще целый ряд государственных органов. Там та же прокуратура, например. Потеряли доверие к депутатскому корпусу избирателей. Хотят общественную палату. Вот в общественную палату ты пришел, и тебя даже поддержало пленарное заседание твоей инициативы, но в итоге ты пришел туда же к тем же депутатам с той же инициативой, которые также точно на нее посмотрели. Понимаете? Бессмысленно и бесполезно. Это совершенно бесполезно в той ситуации, когда, еще раз говорю, общественная палата формируется сверху. То есть практически она дублирует. Она может протянуть, протащить, продвинуть свою инициативу, только в том случае эта инициатива будет заранее согласована. Зачем Никита Юрьевич тогда поддержал? Ну это же как видимость демократии. Общественная палата это такая видимость демократии, причем очень опасная видимость. Потому что она как раз создает видимость, которой нет. И очень быстро, за две минуты. Министерство промышленности и торговли выступает за снятие ограничений на продажу алкоголя возле социальных и спортивных объектов. Ведомости об этом написали. Конечно, Минздрав Роспотребнадзор выступает против. Но вот как тебе эта инициатива министерства? Эта инициатива мне не очень нравится, потому что как раз я считаю, что рядом с спортивными объектами, рядом с учебными объектами и с медицинскими продавать алкоголь не надо. Другое дело, что это надо установить раз и навсегда, чтобы некие предприниматели там свои точки не открывали и не надеялись, что так когда-либо будет. А вот другие ограничения, да, вот, кстати, тот же Минпромторг уже выступил с инициативой вернуть торговлю алкоголем в стационарные торговые объекты, это я горячо поддерживаю. Потому что... В ларьки. В ларьки, да. Мы уже видим, и извини, даже начальник ОМВД сказал, что все наши антиалкогольные меры к снижению никакой алкогольной преступности не привели. Никак эти вещи не взаимосвязаны, это его слова. Вернуть в ларьки, ларьки снести. Вот. Ларьки, это, кстати, между прочим, в той ситуации, которая есть, ларьки, это их надо сейчас строить, строить и строить и ставить на каждом углу. Потому что при той скорости, с которой ухудшается экономическая ситуация, то самозанятая скоро будет очень важна. Надо вспоминать уже школу 90-х годов, начало, и понимать, что очень много тогда было ценного. В том числе, страну спас и тот же алкоголь, и те же ларьки, и вот это вот все. Как-то в 90-е годы не хочется возвращаться, Коль? Дело в том, что мы практически в них уже вернулись. Мы вернулись даже сейчас вот по ситуациям вернулись конец 80-х. Не надо перечитать все признаки. У нас есть маленькая победностная война там, у нас есть Олимпиада за плечами, у нас есть эмбарго, у нас есть непоставки нам оборудования, у нас есть борьба с алкоголизмом. У нас все то же самое. И у нас есть абсолютное ухудшение экономической ситуации. У нас есть опять такой же кризис. То есть мы уже в конце 80-х, из этого надо выползать. И мы уже знаем, как мы в начале 90-х это проходили. А той же программе? А нет другого способа. В любом случае нас ожидает если мы в конце 80-х Если подходить к этому с умом и использовать именно позитивный опыт и отказываться от этих жупелов, типа там давайте ребята, давайте мы ребята будем выступать за трезвую Россию, когда в России будет нормальная экономика. А когда от этого зависит половина бюджета, давайте мы не будем таких экспериментов проводить. Поэтому я поддерживаю Минэкономразвитие, Минторг. Минпромторг. Всех. Всех, всех, да. Николай Гуликов, главный редактор журнала «Товар, деньги, товар» в программе «Особое мнение». Светлана Занько, прощаемся с вами. До свидания. «Особое мнение» на 101FM